Привет, зритель! Сегодня 10 августа. Вчера был семичасовой медагон. Он был практически везде. Была сестра, младшая с тетей. И те люди, которые ни в жизнь не будут позировать на камеру. Или даже просто... Ну, короче говоря, те, кого вы не увидите в кадре, стопудово. Короче, мы не доверили крутить медагонку. Ну, вот это не наша медагонка, не родная. Родная находится у бабушкиной младшей сестры в выдох. Это медагонка бабушкиного старшего брата. У неё помещается или три гнездовых, или шесть рамок магазинных. С одной стороны, быстрее, с другой стороны, неудобная у неё. Ещё иногда вот там бывает такой осадочек, когда уже мёд совсем стечёт, и вот совсем какие-то капли останутся. Сейчас у меня чашка поставлена, потому что вон тот бокальчик стеклянный налился за сегодня. Я ещё раза четыре наклоняла медагонку, потому что видно, что вот... Ну, сейчас обратно приближу. У носика там ещё как бы есть мёд. И несколько раз наклоняла, чтобы просто удалилось. А сейчас уже поставила чашку, чтобы капало. Открывала я сегодня второй раз. Ну, у меня как подзадание было утром открыть, слить мёд куда-нибудь. То, что там оставалось. Но так как я ходила на колодец за водой, то была не уверена, что... Котик у нас наукает. Котик пришёл. Потому что не была не уверена, что боялась, что перельётся. Мало ли что. И по страховке ради я закрывала кран. Ещё у меня случилось, у нас случилось ещё при моей тёте. Не очень такое хорошее событие. У нас в очередной раз засорился мотор в пруду. То ли поднялся, то ли тина набилась. Ну, вроде как пообещался дядя сегодня приехать. Не знаю, во сколько. Поэтому я планировала до той деревни доехать. Но, кстати, узнала от тёти своей, что... Там никакой дороги особой-то не было. Они ходили в омут купаться мимо фермы. В общем, мимо фермы. И то, что я встретила такое мокрое, непонятное и в поле. Такая как бы дорога. С видимой низиной. Мокренькой такой. Возможно, это был именно... Кот насилует сумочку от камеры. Кот. Остится, ластится. Кстати, след от ошейника, который на Вайтберрис покупала против глашины. Вообще бесполезно. Лес на самом деле ошейник только неделю действовал. След все еще остался. Хотя я его уже, ну, неделю, наверное, как сняла. Короче, там был омут. Вот то, что рука тут дергается. Так вот у меня под нее суется. И как раз вот он там немного еще остался. И там потому и не было никакой дороги. Дальше был как бы лес начинался. И вот там все правильно. Этот лес и был. Но я так и не поняла. Не нашла на компе. У меня с собой один внешний диск. Есть ли фотографии. Ну, там не все, конечно, фотографии. У меня есть отдельный диск с фотографиями. Тоже внешний. Там ли я видела. Я подумала, что может быть это вообще как бы спукши. Пукши там где-то делают повороты. Если за деревьями. Ну, не всегда видно, что там река внизу. Можно подумать, вот так же, как я снимала, что там дома были видны. Я-то знала, что там как бы деревни через речку. А так можно представить, подумать, что это как бы все напрямую, а на самом деле отделялось речкой. Короче говоря, вчера было 7 часов надогона. Мед был мало, мягко говоря, везде. Вспомнилось как бы в детстве, что ну тогда были тут дорожки. Никакого такого ковра не лежало. И на полу был мед. И на диване был мед. И где только его не было. И мой голубой халатик, в итоге был практически весь меду. И тетя увезла стирать. Вроде как в среду должны приехать. Ну, привезли мне, соответственно, мою еду. Вот это платьишко. Еще я там положила в пакете. Был купальник. И я 12-го хочу в Прилоке съесть. Ну, уж не знаю, как получится. Может съезжу в другой день. Может 13-го. Может быть завтра. Еще я сегодня хочу к одному дереву по круговой дороге сидеть. Давно к нему хочу подъехать. Все никак не могла подойти. Тише. Че хоть ты все ластишься. Кстати, ему вчера так не везло. Сначала в ночь на... Вчера приперся кот. Соседский. Потом, значит, этот... Он боялся выходить. Я уже выставила его на улицу. Дальше у нас тут что? Копчел было. Да, у меня ящики на осушку. Я вчера выставляла. Сегодня уже на час раньше буду. Потому что как бы там за 2 часа ничего не осухло практически. Тут гнездовые и магазинные. Ну, так вот, у нас... Я осталась без воды. Я вчера принесла с колодца. По-моему, 3 ведра. Вот это вот исключительно колодечная. Еще такое же стоит. Чуть-чуть не полно. Ну, там немного еще есть на кухне. И вот два вот таких. Одно такое еще на улице стоит. Ну, я утром еще принесла ведро вот этой воды. Согрела себе в чайнике воды на голову. Помыть и, соответственно, потом еще накатиться по чайнику. Фу, по чайнику по ведру на тушку. И на голову вышло. И мед был... Мед сейчас есть вот эта горка. Внутри горки белая кастрюлька, в которой я обычно варю там супчик или еще что-то. В ней сейчас мед. Мед, как видите, вот в этом бокальчике. Мед за молоком есть тарелочка. Там еще было сито. Мне надо было сито от воска освободить. Сейчас воск лежит на тарелочке. На плоской, ну, более-менее плоской. Керамической. Там немножко меда. Мед вот в этой тарелке стеклянная. Она как бы, скажем так, салатница. Вон там бананы получилось так, что люди оставили мне пару бананов. Потом мед в баке под диваном деревянным. Вчера вечером еще деревянный диван до медогонки. У нее-то как раз липкого ничего не было. Мыло от меда. Потому что там были как бы рамки. Сестра с тетей срезали. Мне пока не доверяет срезать. В прошлом году, кажется, я начала срезать. Я всегда думала, что это дофига много. А там на совершенно маленький миллиметр. Это, ну, с первого раза, вряд ли, так получится. Не знаю, сколько времени надо тренироваться. Они обычно так быстрее-быстрее. Тут даже, несмотря на то, что 7 часов были, ну, все 7 часов ходили к пчелам. В общем, потом, как бы они принесли сначала с трех ульев было два магазина с одного и еще по магазину с других двух. И когда уходили ставить и заново, уже брали других двух ульев уже. Ну, я так поняла, что пять ульев, наверное, сходили. У нас там акацити. Те два уля действительно пустых. Из десяти осталось восемь. Ну, два они разогнали. И, значит, осталось еще в три сходить улья, я так понимаю. Им, потому что вот они как раз приедут в среду. И уже пока они ходили, я крутила медогонку, переставляла рамки. И мне на сушку осталось вот как раз два магазина с того момента, как они сходили. Вот магазины вот здесь. Маленькие. Вот здесь, по-моему, гнездовые, но я их еще не открывала, потому что я вчера ходила дважды вот с таким ящиком. И еще магазинный вот такой же ящик был. Ну, как бы, как бы такой ящик. На самом деле они в других двух ящиках были. У меня сейчас еще в синях я не стала приносить. И то, что я не могла понять, что-то такое странное. Почему этот ящик с рамками, пшелинами напоминает крышу с кусочком материнки улья. Это, оказывается, разогнанный улья. И вот в нем как раз вот эта зеленая видится. На нем еще белая тряпочка. В нем 13 рамок, по-моему. Ну, да, наверное, или 12, или 13 рамок гнездовых. Еще у меня было три отдельных гнездовых рамки. И, в общем, там на том диване лежали газеты. На газетах были рамки, которые уже открыты, распечатанные. Распечатанные, это как вот срезанные эти плосковые кусочки. И с них стекал мёд. И вот, знаете, одна рамка, она такая тяжеленная. И спасибо моему приятелю, что он мне посоветовал в начале года гирю. Я потом еще купила эти утяжелители. Мне, по большей части, доставалось руки, на которые я держу камеру. Это и, ну, как бы, не очень удобно крутить. Хотя я меняла руки местами. Надо вот так, как я стояла, не очень удобно. Если спиной стоять, допустим, в окно, и крутить это, это удобно. Ну, там рядом стояла сестра, как раз. Ну, в общем, неудобно было мне стоять. Как бы места мало. Ну, по большей части крутила правой рукой. И, в общем, вчера... Это для тех, кто любит СМР, потому что не спит вам, да, прокрутить медогонку. По большей части крутила, все-таки удобнее было правой рукой. Руки у меня болели так вот, будто я там тягала эту гирю свою. И уже к вечеру я около 11 уже вот освободилась полностью. Я, наверное, как легла, буквально, может, минут через пять уснула. У меня на этот раз не мучили странные сны из кошмара. Ну, люди из прошлого опять же снились, но не агрессивно, как бывает. Внезапно снился даже человек из той же прошлой компании, что обычно снятся люди, но который никогда вообще не снился. И я пару раз просыпалась, только уже вот на полдесятого завела будильник, но в итоге встала уже в девять окончательно. И было тут два... Да, было два ведра и бак. Еще ведро у нас в горнице стоит. Это еще в прошлой, по-моему, листово-профилой скачки меда. Срезе сейчас покажу. Учитывая, что банку дали соседке, я такой же стакан... А, еще бетончик вот с медом стоит. И такой же еще бетончик, но с крышкой уже синенький. Увезла тетя с собой, там у них было два ведра, бак и бетончик. И подобная кружка отнесла вчера деть Боря, который мне велик раньше свой давала, потом вот, ну, накачивал. Короче, помогал с великом, накачивал. Вот мой этот велик в прошлом году помогал его собрать. Короче, у меня что-то мало тогда, ну, как-то натеклось туда. И я просто немножко уже из бетончика добавила. Ну, переливала вот из той чашки, в той чашке был мед. Потом в этой тарелке тоже... А вот в этой тарелке был мед, который сейчас в воск. И не очень, ну, не так много, как вот мне, допустим, сказали, чтобы было и принести. Я немножко из бетончика еще налила. И вот срези, срези. Они увезли, по-моему, три банки срези с собой. Еще маленькая баночка. Маленькую банку. Сейчас покажу, какая размер. Примерно. Примерно как вот эта. Там, ну, 800-граммовая, пол-литровая, 600-граммовая. Как-то так. Одна, по-моему, даже литровая была. В общем, одну банку соседки. По-моему, банка еще литровая была просто чисто с медом. Срези. Три они банки с собой взяли, включая маленькую. Вот здесь вот под кастрюлей срези они капают как раз вот мед туда. Вот здесь вот. Это еще не полная кастрюля. У меня как раз в нее вчера стекал мед вечером. Часто три, наверное. Вот тут вообще вот, ну, под горлышко. Здесь вот более такие, ну, чуть меньше, но тоже, как бы, приличненько. Еще у нас там случилось несчастье дедушкино производство. Все, вот такой тут перекресток остался. Тут один. Не смогу, наверное, показать. Не полноценно. Ну, в общем, вот она лежит. Это, кстати, ножики специальные для меда. Вот ими как раз срезают. Тут у нас, по-моему, их вообще всего три. И там еще где-то был. Так, и вот она у нас сломалась у тети, как раз у моей. Ну, ей сколько уже лет ее делал дедушка. Там, по ходу дела, просто уже вот. Ну, не то, чтобы перегнило, но. Видимо, не выдержала жизни. И тут как раз вот такие штуки, вот, ну, на чуть больше кастрюльку, на чуть меньше кастрюльку. Универсальная была вот эта. Вот это у нас только на одно рассчитано кастрюльку. Вот эта выемка как раз ставится поверх кастрюли. Немножко кончик свисает с наружной стороны. И на этот крестик ставите рамку с одной стороны. Проводите ножичком с другой стороны. Ну, и вот это сито, которое мне надо было очистить. Сейчас я его просто уже залила водой колодежной. Немножко. Потом, когда дядя Вася сделают, надеюсь, сегодня, надеюсь, там все-таки просто что-то как обычно засорило. Потому что раньше пруд очищали, по-моему, два раза за лето. Сейчас уже это нафиг никому не надо. Никто этим не занимается. Ну, и фермы как бы нету. Я даже не помню, это от фермы было зависело или просто. Ну, в общем, как бы дорогу тут делают. Тут Дядь Бори сделали свет, который раньше был чуть подальше у нашей соседки. И фонарь. Я вчера даже застала этот фонарь полдесятого уже включенным. И вот поэтому пруд тут почему-то не чистят. Вот из пруда еще раньше соседи, которые уже два года назад уехали. Галкины брали тоже воду. Но зато тут как бы сделали руку вытереть. Как бы сделали два колодца еще. Ну, и вот печка у нас тут деланная. Да, у меня теперь, как я говорила, есть газ. В газовой плите. И сейчас я покажу этот страшный баллон. Как бы на месте него раньше. В прошлый мой приезд был другой баллон. Газовый. Я что-то так все стремалась, что рядом газовый баллон. Потом вспомнила, что когда мы были маленькие в детстве, всегда второй запасной газовый баллон был на дворе в сене. Рядом с местом, где у нас одно время был теленок. Короче, очень-очень много меда. Просто, ну, как бы никто не ожидал, что будет столько меда. У нас изначально было его совсем чуть-чуть. И да, там у меня в комментах писали, уж не знаю, серьезно или нет. Ну, продаем ли мед? Продает мед моя тетя, потому что, в принципе, она ему занимается. Но, как бы, те, кто знают, пишут ей насчет меда. Что там почта, и я у нее спрашивала тогда почта. И она так удивилась. Насказал, что вполне себе почта отправляется. Ну, у меня такое ощущение, что там в комментариях был чисто афера какая-то, Стёба Ради. Учитывая, что писали под роликом, где вообще прометное слово не было. Я приблизила глянуть, капает или нет. И она вдруг капнула. Короче, очень неожиданно. Было реально дофига вот так меда. И рамки очень тяжелые. Мне сестра приносило ящик. Вот, ну, дверь практически постоянно была открытая. Дома было еще вообще от этого еще тепло. Он сам по себе был теплый. Из ящик, ну, из улья только подостали. Как парной такой мед. И немножко чая с медом попили. И пока не ходили, я вот освободилась. У меня было несколько минут. Я кусок вот такой вот. Ну, иногда было на рамках еще на рост такой, как пчелы сделали. И так отламывала ложкой. Сначала рукой, потом поняла, что буржуся в меду уже отламывала ложкой. В детстве мы, когда бабушка с дедушкой качали мед. Другой еще родовой медогонки. Ну, в смысле, другая медогонка, которая у бабушкиной младшей сетры сейчас. То мы все втроем сидели вот с сестрами. И у каждой был свой ковшик с водой. Как раз три ковшика. И колодечной водой запивали и лопали мед. Как раз вот, когда дедушка с бабушкой качали. Ну, и здесь вот. Я вчера вечером, даже вот сколько не омывалась, а у меня, когда уже стала ложиться спать, у меня внезапно там ниже колена, где-то вот на ноге, обнаружилось липкое пятно вот этот сам мед. Причем я еще из-за встречи-то говорила, что вот, говорю, я блин, тут мед, а тут везде мед. Вот. И очень было много пчел. Ну, как бы они, когда приносили ящики с рамками, то открывали, и я выпускала с каждого окна. Еще потом на кухне были, ну, как бы до кухни уже не доходишь. И даже не подумала, что там могут туда что-то тоже залететь. Открываешь окна, и пчелы вылетают. И что-то я была. На улице идет кот. Как раз крыльца. Я говорю, тише, не ходи, там пчелы. Ну, мало ли, они как бы и на полу ползали. И родню покусали, там и сестру. Кажется, да, вот что-то там укусила. И не знаю насчет тети, но... Маленького мальчика даже укусила первый раз тут тролка. Короче, пчелы были везде. И на полу их тоже прилично было. То они падали там с чего-нибудь, с рамок или еще что-то. Или были с медом, и уже были тяжелые. Как бы не поднимались, а до сюда, до окон. Я побоялась, что он по своей дуре может там с какой-нибудь пчелой поиграть. Она его ужалит, мало ли чего. Ну, в общем, я его не пускала. Он уже только вечером пришел. Совсем так поздно. Сидел дома. Больше он мышей, кстати, не ловил. Но может он как бы ловил, доел, да не приносил до дома. Может, я когда каталась тут, он был и съедал. Но вот при мне он больше никаких мышей не ловил. Он читает, что он лопает, корн, наверное, ему мышей сейчас не достается. Тишка. 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 Ну, вот так я не знаю, во сколько у меня родственник приедет. Хотя там, в принципе, он будет со стороны пруда заходить. И можно, ну, не запирать на всякий случай. Как бы оставить открытой, не запертой, просто закрытой сарайку медовую, пчеловодную. Ну, изначально это дедушкино сарайка была, мастерская. А здесь уже просто только сам дом запереть. Я решила, что все-таки лучше, как бы, в любом случае, от оттуда даже с ягодь снять сторону Степанова налево к этому омуту. И остатком, ну, там, там, где была ферма, я тогда забыла показать, снять эту крапиву, как она растет. Вот, короче, я туда еду, все равно у меня получается где-то 2 часа. Полчаса туда, полчаса обратно, где-то час сшиваешься. То я решила просто до дерева потом съедить, может, так где-то с часу до двух. Ну, что дед наш, вот, спать. И я не знаю, так как дядя его сын, будет он в обед в этот период, приедет или нет. Более безопасно, на всякий случай, ехать все-таки вот в этот период и только до того дерева. Я уже несколько лет туда пытаюсь доехать. Иногда и погода помогала, но кто-нибудь на хвосте был, а хочется одной так просто пройти. И сейчас как раз там, вроде как, скашивали траву, ну, в прошлом, может, еще в июле. И есть просто, как бы, ну, видно такая дорожка, может, даже не совсем до дерева, но в ту сторону, и от трактора следы можно проехать. Даже вот в тех вот тапочках на ногах. И даже при этом в шортах. Да, вот у меня еще подгадание пропылесосить. Ну, думаю, чуть-чуть попозже пропылесосить. От пчел коврик. Потому что дохлый пчел тут тоже есть. Ну, сейчас пойду. По воду. Я еще вспомнила, что у бабушки было коромысло. И раньше она ходила, как бы, на колодец другой конец. Это наполовину дальше, чем сейчас. Колодец находится слева, ближе к соседке, слева, по левую руку. Еще справа было, с одного конца деревни колодец был, и с другого. И сейчас вот тот новый колодец у детьи то ли построен еще, при бабушке, ну, как бы он считается. Ну, он там чуть, ну, метрах двух, может, от предыдущего. А теперешний, который здесь, вот он в половине пути. И раньше бабушка ходила на колодец с двумя этими ведрами, вот такими. Я так поняла, что они по размеру примерно, ну, если у нас там ведро чуть раньше было один в один, вот наливаешь, и вот такое немножко остается до края ведра. В прошлом году, что ли, или в позапрошлом, человеки утопили это ведро там, и стало сейчас другое ведро. То ведро покупала моя тетя, по-моему, ну, в смысле наша семья. А еще при бабушке, а тут, значит, уже другое ведро, и вот сантиметров 10. Ну, вот, короче, вот такое расстояние еще до конца остается, и что сюда, вот вливается полностью, еще есть место, что сюда. И они в этом плане одинаковые. Я думаю, что, может, они одинаковые и сами по себе, только что это как бы с таким стаканчиком, столбиком. А это вот, ну, как стабильное такое ведро, ведро-чашка. И бабушка носила по два таких ведра, ну, в смысле, по ведру, с каждой стороны, на коромысле. Вот думала, сегодня где-то коромысло, но бабушка меня как бы пошире в плечах была. Не знаю, делать бы на меня это коромысло. Ну, как бы я сейчас и в руках могу донести. Вот, благодаря этим утяжелителям. Благодаря этим физическим, в общем, силовому спорту, я вот теперь могу вполне себе снести по ведру в руке полному. Сейчас пойду вот с такими ведрами. То даже руки помыть нечем, у меня там совсем чуть-чуть остается чистая. Даже на завтрак сегодня съела бутерброды. У меня черный хлеб был, значит, колбаса моя приехала вчерашняя. Уже убранная, это Великолугская, что ли, вареная, очень хорошая. Мне почему-то нравится их. И колбаса, и, в общем, их мясная продукция мне нравится. И состав нормальный в сравнении с другими. Ну, и я стараюсь, короче, я попадаю как-то, когда она в магните по скидке в два раза дешевле. Я думаю, что у нее цена сама по себе еще дешевле. И кусочек банана у меня был, в общем, полбанана я с чаем еще съел. Там несколько фиников свежих, которые сюда определила. Вот мне вчера их привезли, у меня был зеленый чай с молоком, а потом уже и с медом. Ради экономии воды, чтобы, ну, как бы я на завтрак обычно здесь делаю овсянку с семенами чья. И заливаю водой. Ну, и тарелочку-то надо мыть. Воды-то мало. Я решила, что можно ограничиться сегодня ради исключения бутербродами на завтрак.